Дорожный форум Дорожный форум В этом году приезжали около 250 компаний различных дорожно-строительных, эксплуатационных, которые отвечают за безопасность дорожного движения из 50 регионов страны. То есть по отзывам всем очень понравилась и организация, и те темы, которые поднимались. И надо здесь отметить, что в этом году впервые этот форум проводился под эгидой национального проекта «Безопасные качественные дороги». И в нем участвовали представители Министерства внутренних дел Российской Федерации. То есть два направления, которые работают на безопасность и на обеспечение комфорта проезда, собрались в одном месте, обменялись мнениями, обменялись, скажем так, предложениями в части улучшения инфраструктуры, в части улучшения ситуации с безопасностью дорожного движения. И эта площадка позволила неформально пообсуждать, повстречаться и в формате диалога выработать какие-то направления и движения. Наш регион в этом году провел басштабный дорожный ремонт. В Екатеринбурге в том числе были большие объемы. Как вы этот темп оцениваете? Вот все ли, что мы наметили, удалось сделать, в том числе в рамках проекта «Качественные безопасные дороги»? Да, безусловно, это получилось, потому что мы попали в ряд регионов, которые участвуют в национальном проекте «Безопасные качественные автомобильные дороги». Мы плавно перешли с 2017 года, когда реализовывали еще приоритетный проект, в национальный. Сегодня национальный проект у нас в Ирловской области состоит из трех региональных проектов. Это «Общесистемные меры», «Безопасность дорожного движения» и «Дорожная сеть». По результатам текущего года нам удалось, в принципе, на всей территории Свердловской области, включая муниципалитеты, отремонтировать и капитально отремонтировать около 300 километров автомобильных дорог и уличной дорожной сети муниципальных образований. В рамках национального проекта было выполнено 130 километров. 80 – это региональная составляющая, более 20 – это Екатеринбург и около 30 – это Нижний Тагил. В национальном проекте сегодня принимают участие три составляющих. Это региональная, агломерация города Екатеринбурга и агломерация Нижнего Тагила. На сегодняшний день все работы уже в рамках национального проекта завершены, объекты выполнены с необходимым качеством и установлены сроки. Мы говорим не только о дорожном полотне как таковом. Дорога – это инфраструктура, это освещение, это разметка, это безопасность. Что здесь сделано и почему это тоже приоритет сегодня? Ну, приоритет безопасности он был всегда, но в рамках именно этого национального проекта есть отдельное направление – это сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий или в дорожно-транспортных происшествиях. То есть, чтобы ям не было, чтобы дорога долго стояла, это тоже все на контроле? Это безусловно. Для безопасности дорожного движения, помимо ремонта покрытия, на сегодняшний день были выполнены мероприятия по обустройству пешеходных переходов, то есть по приведению их в соответствии национальных стандартов. Сразу вспоминаем тот переход, который светится. Помните, у нас открыли… Это инновационная история, которая была реализована впервые глобально и с правильным подходом, и с согласованием с управлением ГИБДД, значит, непосредственно у нас в Свердловской области на региональных автомобильных дорогах. А где какой это участок? Это несколько пешеходных переходов, их более 40. Основные – это Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов, это Екатеринбург-Полевской, это Екатеринбург-Решалопаевск. Это все наши дороги, которые проходят части по населенным пунктам, по территории населенного пункта и имеют довольно большой как трафик автомобилей, так и пешеходный. Для того, чтобы обеспечить видимость пешеходного перехода и увеличить безопасность на нем пешеходов, значит, и была принята вот эта вот инновационная разметка, которая всегда будет видна, независимо ни от чего, ни от каких условий. Мы можем надеяться, что вот в перспективе у нас таких примеров будет больше? Безусловно, это год внедрения, мы будем наблюдать за показателями и расширять, значит, зоны охвата такими пешеходными переходами всю территорию Суровской области. Кроме разметки, что еще входит с точки зрения безопасности дорожной инфраструктуры? Ну, на самом деле много, то есть элементы обустройства, то есть это и знаки, это и разметка, которая не привязана к пешеходным переходам, это и барьерное ограждение, это и, ну, безусловно, и ровность покрытия можно отнести к степени безопасности дорожного движения. То есть все эти элементы, приведение их в нормативное состояние, они позволяют улучшить ситуацию по безопасности дорожного движения. Это очень важный и очень главный показатель вообще во всем нацпроекте. По Екатеринбургу сделали, здорово сделали улицу Турбинную, улица Проезжие, держится покрытие отлично. Вот какие еще проблемные объекты остались и чем вы гордитесь, что сделали, вот, что называется, некий пример того, что проект работает, выполняется? Ну, вот все те улицы, которые вы перечислили, собственно говоря, наверное, да, и можно тоже в том числе. А в минус, вот, к подрядчикам у вас есть вопросы, те проблемные объекты, которые на вашем, в том числе, личном контроле? Ну, на самом деле, таких объектов мы объективно не наблюдали. То есть есть рабочие проблемные моменты, которые решаются в процессе как раз производства работ. Такие, если и возникали ситуации, когда, допустим, какое-то недостаточное качество было реализовано, а у нас многостадийная этапность приемки работ, и все эти моменты выявлялись, подрядные организации просто переделывались и добивались необходимого качества. Опять же, это все получилось выполнить нам в установленные сроки по контракту, поэтому не приходилось особых каких-то усилий там принимать для того, чтобы на личный контроль или в индивидуальном порядке какой-то объект отсматривать. Помощь, да, те люди, которые карту, скажем так, проблемных объектов составляют, и поэтому, ну, тут все оперативно решается. Ну, формирование вообще объектов, в том числе, оно и как раз при помощи ОНФ формируется, при помощи карты убитых дорог, при помощи обращений, значит, граждан в приемные, выстраивается, ну, ранжирование определенных объектов, по которым наибольшие претензии имеет население, и, соответственно, они в первую очередь включаются в такие программы для того, чтобы отработать, ну, наиболее пиковые точки. Именно так оно и формируется. Мы можем сказать, что уже сейчас, ну, в принципе, масштабный дорожный ремонт завершен, или какие-то еще есть локальные работы? На текущий год мы говорим о том, что работы завершены в рамках национального проекта по всем автомобильным дорогам и по улично-дорожной сети агломерации, которые участвуют. Теперь мы уже настраиваемся на мероприятие, которое запланировано на 2020 год. Финансирование здесь обеспечено на уровне текущего года. Это больше трех миллиардов рублей. Все контракты мы планируем в текущем году на следующий уже заключить, чтобы при наступлении благоприятных погодных условий сразу приступить к выполнению работ, а не отвлекаться на конкурентные процедуры, на сроки для заключения госконтрактов и муниципальных контрактов. Поэтому следующий год, он должен быть еще более показательный, еще более продуктивный, ну, вот в плане как раз предварительных подготовок. Ключевые объекты можете обозначить? Ну, самые приоритетные, что в планах у дорожных служб? Смотрите, если мы говорим, в принципе, про ключевые объекты, тогда, безусловно, мы будем заканчивать, не заканчивать, а продолжать усиленно работу по строительству третьего пускового комплекса ИКАДа. Это, получается, завершение кольца с соединением существующей дороги, пересекая Челябинский тракт. То есть вот это направление. Реконструкция того же объекта ИКАДа, «Семь ключей, большой исток», да, так называемый объект, для приведения его в первую категорию. Значит, мы серьезное внимание обращаем на так называемую у нас «Калину», это до переулка базового путепровода в районе концерна. Здесь мы тоже планируем начать реконструкцию данного объекта. То есть есть много планов, которые не связаны, например, с национальным проектом, но связаны с предстоящей универсиадой, с предстоящим трехсотлетием города Екатеринбурга. И вот там, конечно, у нас более капиталоемкие мероприятия, которые должны принести больший эффект с точки зрения инфраструктурного развития. А здесь, в рамках национального проекта, мы все-таки пока занимаемся вопросами сохранения и приведения в нормативное состояние существующей инфраструктуры. Спасибо вам большое. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чагаев был сегодня гостем нашей студии. Спасибо за внимание, всего самого доброго и до встречи в нашей студии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова